Продолжение следует... Руслан Ачиров. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит певец и радиоведущий Амор. Ну а в начале выпуска по традиции мы представляем вашему вниманию обзор дорожно-транспортных происшествий за эту неделю. На автомобильных дорогах республики в период с 6 по 12 июня зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека. Травмированные 27, в том числе пострадали трое несовершеннолетних. 11 июня в Намском районе водитель, управляя автомобилем Toyota Estima, совершил опрокидывание транспортного средства в левую сторону проезжей части по ходу движения. В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир с диагнозом «ушиб правого плечевого сустава». Водитель был госпитализирован с множественными переломами лица и ушибами. 10 июня в селе Сулгача 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Регул Мото», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части. В результате ДТП различные травмы получил 13-летний пассажир. Сам водитель не пострадал. В момент автоаварии у обоих несовершеннолетних отсутствовали мотошлемы и другие средства защиты. В Якутске 12 июня произошло столкновение легковых автомобилей. В результате ДТП в автомашине «Тойота Прадо» находился 8-летний несовершеннолетний пассажир, который получил травму и был доставлен в больницу. Водитель второй автомашины «Тойота Корона Премио» скрылся после ДТП в пешем порядке. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбора оптимальной скорости движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии. Количество ДТП возникает из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. При таких условиях от водителя требуется повышенное внимание и осторожность на дорогах. Ведь случись происшествия, то виновным в нем может быть признан именно участник, а не службы, которые вовремя не отремонтировали дорогу. Всегда ли в ДТП при таких случаях будет виноват водитель и можно ли привлечь дорожные службы? Об этом и пойдет речь в нашем следующем сюжете. Год от года количество ДТП, происшедших по вине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, остается на критически высоком уровне. Если в 2017 году их число составляло 25% от общего числа ДТП, то в 2018 они составили почти 33%. То есть, согласно статистике, причиной каждой третьей автоаварии становится плохая дорога. На территории города Якутска у нас имеется ряд дорог, которые имеют недостатки в виде разрушения проезжей части, наличия ям, выбоин. По каждому из этих недостатков сотрудниками Государственной инспекции принимаются соответствующие меры. Вносятся предостережения, в том числе привлекаются должностные и юридические лица к ответственности. По части 1 ст. 12.34 Кодекса административных правонарушений. Максимальные размеры ям и выбоин на дорогах предусмотрены в ГОСТе в его разделе 5.2 требований к состоянию покрытия дорог и их эксплуатационным характеристикам. И предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Если водитель пробил колесо, подвеску или повредил другие компоненты кузова и агрегатов автомобиля, а яма не соответствует ГОСТу, то можно взыскать возмещение ущерба с дорожных служб. В первую очередь следует выставить знак аварийной остановки, включить знак аварийной сигнализации, так как это все-таки ДТП. Поэтому здесь нужно следовать всем указаниям правил при наступлении дорожно-транспортного происшествия. Вызвать обязательно сотрудников ГИБДД, поскольку в данном случае только сотрудник ГИБДД может зафиксировать данный вид ДТП, приехать на место ДТП, зафиксировать, составить протокол осмотра места происшествия, составить схему ДТП, составить акт ГИБДД первичный по дорожному покрытию, который в последующем передается в дорожную службу, после чего ДТП в течение 6 часов должна приехать и составить свой акт именно по дорожной ситуации. После этого проводится независимая оценка повреждения транспортного средства и составляется в дорожную службу, которой принадлежит этот участок дороги, претензионная жалоба. Как показывает практика нашего города, дорожные службы, как правило, в таких случаях идут на мировую, а в случае отказа для взыскания принудительного возмещения ущерба необходимо обращаться в судебном порядке. В данном случае страховая компания вам навряд ли поможет, поскольку ОСАГО предусматривает только возмещение ущерба третьим лицам. В данном случае будет повреждена только ваша машина. Показка, если есть страховой случай предусмотрен, конечно, можно попробовать через страховую компанию. Обязательный техосмотр в России отменен и переведен на добровольную основу. Поправки в законодательство Госдума приняла в трех чтениях в декабре 2021 года. Однако, кому придется получать диагностическую карту? Что будет со штрафом в 2000 рублей? И когда у страховщиков появится основание предъявить водителю регресс при дорожно-транспортном происшествии? Разберемся в нюансах вместе с Алексеем Кривошеевым, начальником отделения технического надзора отдела регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, подполковником полиции. Здравствуйте, Алексей Евгеньевич. Добрый день. Скажите, что такое техосмотр и почему его отменили? Начнем с того, что техосмотр не отменили. Просто были изменения в законодательстве. И что такое техосмотр? Под техосмотром понимается это проверка технического состояния транспортного средства и его компонентов с целью определения безопасности транспортного средства для допуска этого транспортного средства к участию в дорожном движении. Его не отменили. Ну а кому нужно проходить техосмотр в 2022 году? Вот именно, что изменения коснулись тому, кому необходимо обязательно проходить технический осмотр. Это у нас уже с первого начала года эти изменения. Необходимость прохождения технического осмотра – это обязательно транспортные средства, принадлежащие предприятиям и организациям. Грузовые транспортные средства, автобусы, использованные для перевозки пассажиров вне зависимости от права собственности. Также специализированные транспортные средства, оборудованные спецсигналами, цветографическая раскраска – это специальные машины, скорая помощь, например, МЧС, полиция и иные специальные службы. Также автомобили такси и иные легковые автомобили, используемые в служебных целях. Также необходима все-таки осталась обязанность пройти технический осмотр у владельцев транспортных средств, которые вносят изменения в конструкцию транспортного средства. В принципе, это не задело законодательство. Оно так и было, что они проходили технический осмотр. Ну и то, что касается физических лиц, которые используют легковой транспорт, у нас обязанность прохождения технического осмотра осталась владельцами транспортных средств, с года выпуска которых прошло более 4 лет. При смене владельца, при регистрационных действиях, постановке на учет. Все-таки владельцам таких транспортных средств, если отсутствует действующая диагностическая карта, необходимо будет перед тем, как подъехать в госавтоинспекцию, пройти технический осмотр на пункте технического осмотра. И тогда это будет одним из оснований для получения регистрации такого транспортного средства. А какие будут штрафы за непройденный техосмотр? Да, с 1 марта у нас 2022 года также увеличилась сумма, которая была, ранее было это предупреждение, или штраф от 500 до 800 рублей. Сейчас это, как вы уже озвучили, штраф 2000 рублей. Он, в принципе, эквивалентен оказанию услуги по проведению диагностики транспортного средства, как раз проведение технического осмотра. Цена примерно такая же. Скажите, а продадут ли полис ОСАГО без диагностической карты в текущем году? Диагностическая карта уже не привязана к полису ОСАГО, как это было ранее. Теперь та страховая компания, к которой вы обратитесь, обязана вам заключить с вами договор об ОСАГО. И если по каким-то причинам они отказывают, то необходимо просто обращаться в надзорный орган, в Центральный банк Российской Федерации. Там уже разберутся, обоснован отказ или нет. Но, повторяясь, диагностическая карта теперь не является одним из оснований для заключения договора ОСАГО. А что будет в случае, если, например, пройти техосмотр добровольно? Да, такая осталась. По пожеланию владельца транспортного средства он может обратиться в любую станцию, в пункт технического осмотра и пройти технический осмотр для того, чтобы убедиться, что его транспортное средство соответствует требованиям безопасности. Это осталось. Это услуга платная. Оператор находит, который к нему ближе и, соответственно, обращается к нему, уже проводит технический осмотр и выдаёт диагностическую карту. Отмечу, что диагностические карты у нас сейчас они все в системе, единая автоматизированная система технических осмотров. Она онлайн. Мы, её сотрудники, на дороге её не требуют. Если, например, для проверки или в ДТП попала машина, до которой, я как уже сказал, обязательно проведение технического осмотра выше, то наши сотрудники будут всё проверять по базе. И вот тут хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения. У нас факты имеются как в прошлом году, так и в этом году, когда люди начинают пользоваться услугами мошенников, приобретают диагностическую карту виртуально, находят где-то в сети интернет объявления и, соответственно, платят деньги этим мошенникам. И, конечно же, эти деньги вам не вернутся. Кроме того, у лица, который воспользовался такими услугами, возникают признаки преступления, предусмотренные статьей 327 Уголовного кодекса использования поддельных документов. Поэтому берегите свои денежные средства и, соответственно, не с законом надо исполнять закон, а не искать какие-то пути для того, чтобы от него уйти. Скажите, а предусмотрены ли какие-либо скидки, например, на транспортный налог или на ОСАГО, человеку, который прошел техосмотр? Нет, скидок никаких не предусмотрено действующим законодательством. Техосмотр – это как обязанность и добровольно, как мы уже сказали, может любой гражданин пройти технический осмотр. Скидок нет. А в таком случае смогут ли, например, страховые компании предъявить регресс, если на автомобиле нет техосмотра? Это регрессные отношения со страховыми компаниями возникают в новом действующей редакции законодательства у транспортных средств, которые принадлежат юридическим лицам. И в случае, если, например, случится дорожно-транспортное происшествие по причине технической неисправности и выплата будет осуществлена страховой компанией, конечно, страховая компания в таком случае имеет право использовать вот эти отношения, чтобы вернуть в качестве регресса те денежные средства, которые были потрачены. Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое за очень развернутую информацию. Я думаю, что многие наши телезрители подчеркнули для себя много полезного. Как известно, водительское удостоверение действует 10 лет. После истечения этого срока его необходимо заменить. Еще права следует заменить, если... Изменились личные данные, например, фамилия. На правах есть повреждения, которые мешают идентифицировать личность водителя. Если права украли или водитель их потерял. Если появились новые медицинские показания, которые ограничивают возможность управления автомобилем. Ну, например, если человек ослеп на один глаз, то его автомобиль должен быть оборудован парктрониками и парковочной системой. В водительском удостоверении об этом поставят отметку. Если же все вышеназванные моменты вас не касаются, то следующая информация для вас. Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока действия. 12 апреля текущего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года номер 636 о внесении изменений в постановление правительства от 12 марта 2022 года номер 353. Пунктом 5 установлено, что действия национальных российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекли, истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3 года. Продление указанного срока не требует дополнительных изменений в водительских удостоверениях. С огромным удовольствием хочу приступить к нашей следующей рубрике, которая нравится многим нашим телезрителям. В этой рубрике известные люди нашей республики проверяют свои знания на правила дорожного движения. И по традиции наш опрос состоит из 10 вопросов. Ответит на них сегодня певец и радиоведущий Роман Алексеев Амор. Приветствую. Привет, Саша. Роман, по традиции вопрос к каждому нашему гостю. Какой у тебя стаж вождения? У меня стаж вождения 12 лет. 12 лет. Но машину у меня... Я продал уже 3 года, являясь пешеходом. Ага, ну волнуешься вообще? Конечно, конечно. Каждым разом же правила меняются, поэтому как-то волнуюсь. Ну что, у нас будет сейчас 10 вопросов, они будут представлены на нашем экране. Давайте начнем. Первый вопрос. Вы можете продолжить движение на следующем перекрестке. Варианты ответов. Первый. Только в направлении Б. Второе. В направлениях А и Б. Третье. В любом направлении из указанных. Ну, на картинке, видимо, что тут одностроение движения. Тут, я думаю, ответ очевиден. Это 3 в любых направлениях. Итак, ответ выбран номер 3. Следующий билет. Какие из указанных знаков разрешают движение со скоростью 60 км в час? Только Б. Б и В. Все знаки. Тут, там ограничение стоит на варианте А. Ну, я выберу, наверное, скорее всего, вариант второй боевых. Вариант номер 2. Хорошо. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Варианты ответов. Водители мотоцикла и грузового автомобиля. Только водитель мотоцикла, только водитель грузового автомобиля никто не нарушил. Правилами вообще запрещается грузовикам парковаться вообще вот в таких, ну, допустим, центре, да? Ну, тут водитель грузовика, этот ответ очевиден. Вариант номер 3. Угу. Следующий вопрос. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации? Варианты ответов не менее 15 метров, не менее 20 метров, не менее 30 метров. В населенном пункте, если мне не изменяет память, там не менее 15, а тут, за городом, смотря ситуации, ну, я выберу, наверное, скорее всего, вариант третий. Не менее 30 метров. Вариант номер 3. Угу. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при повороте во двор? Варианты ответов. Только встречному автомобилю. Встречному автомобилю и пешеходам. Третий вариант. Никому. Тут мы уступаем и встречному автомобилю, и пешеходу. Это вполне разумно. Вариант номер 2. Следующий вопрос. Как вам следует поступить в данной ситуации? Варианты ответов. Варианты ответов. Уступить дорогу встречному автомобилю, проехать первым или действовать по взаимной договоренности с водителем встречного автомобиля? Ну, я выйду договорюсь, наверное, шучу. Тут ответ очевиден, потому что это вот сугроб или что там, ну, лежит же, да? Не на моей полосе, это вот ограда лежит, поэтому я поеду по своей полосе, а он меня пропустит. Соответственно, вариант номер 2. Да, вариант номер 2. Следующий вопрос. Водители каких автомобилей не нарушили правила остановки? Варианты ответов. Только автомобиля B, только автомобиля В, автомобилей А и В, автомобилей А и В. Вариант 4, наверное, потому что они до знака, вот, остановка запрещена, стоят, а B стоит у нас прямо под знак. Соответственно, вариант номер 4. Да, 4. Четвертый вариант. Следующий вопрос. Вам необходимо уступить дорогу другим участникам движения. Варианты ответов. Только при повороте налево или развороте, только при повороте направо, в обоих случаях перечисленных выше. Вариант номер 3. В обоих случаях и пешеходы, и транспортные. Вариант номер 3. Прошел. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов. Обоим транспортным средствам, автомобилю с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, никому. Тут ответ очевиден. Я еду по главной полосе, грузовик, он меня пропускает, а я пропускаю, конечно же, с проблесковыми маячками. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Следующий вопрос. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет примерно 0,5 секунды, примерно 1 секунду, примерно 2 секунды. Я этот вопрос прекрасно помню, потому что когда теорию сдавал в ГАИ, да, я там неправильно ответил. Поэтому я сейчас, как говорится, на ошибках учатся. Ну, у каждого водителя реакция, понимаете, да, по-разному. Ну, экспертное мнение останавливается на варианте 2 примерно на 1 секунду. Так, вариант номер 2. Это был последний, десятый вопрос. Ну что, я думаю, Роман сейчас волнуется, потому что будет разбор всех данных ответов. Поможет нам в этом преподаватель автошколы-фаворит Егор Никифоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Романа. На первый вопрос Роман верно ответил. На следующем перекрестке знак теряет силу и можно двигаться в любом направлении. На этот вопрос Роман тоже верно ответил. 60 км-часа разрушает знаки Б и В. Правила запрещают грузовикам стоять на тротуарах с использованием тротуара. И верно ответил Роман. Грузовик, грузовой автомобиль нарушил. На этот вопрос Роман тоже верно ответил. Вне населенного пункта 30 метров должно быть. При въезде во двор всем уступаем. Роман верно ответил. Второй ответ. Как сказал Роман, с нашей стороны препятствия нету, поэтому мы едем первыми. Верно ответил. На этот вопрос Роман ошибся. Знак вот со стрелкой, если вниз стоит, означает он там заканчивается действовать. Наоборот, до знака нельзя, после знака можно. Третий ответ должен быть. А я же АИБы, АИБы. В этом случае Роман верно ответил. Всем должно вступить в дорогу. На этот вопрос Роман тоже верно ответил. Уступаем ДПС. И среднее время реакции. Одна секунда. Роман верно ответил. Ничего страшного. Итого из 10 вопросов у Романа одна ошибка. 9 верных из 10. Очень хороший результат. Экзамен сдан. Экзамен сдан. Было волнительно. Егор, спасибо. Впредь буду знать. Вот на одном вопросе ошибся, да? Поэтому, дорогие телезрители, вы тоже, смотря вот передачи про авто, для себя тоже изучайте правила дорожного движения и соблюдайте правила. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч. Мы идем, поем, живем на зеленый свет. Я иду внимательно в школу и домой. По шоссе летят, авто летом и зимой. Но дорогу перейти хочет пешеход Может, где-то рядом есть подземный переход Как-то папа подарил мне велосипед Я доехал до дороги, вот зеленый свет От колеса я попасть очень не хочу Слезу я с велосипеда, рядом покачу Слезу я с велосипеда, рядом покачу Рядом покачу Правила движения знаем наизу И на земле наш шахтер пропускает путь Правила движения тут один ответ Мы идем, поем, живем на зеленый свет И автобус я любой сзади обхожу Вдруг машина слева мчить тщательно слежу Только если нужно мне обойти трамвай Спереди тогда идут, правильно давай Эй, куда бежит на красный наш дворовый код Я сегодня настоящий взрослый пешеход И дорогу перейти я теперь могу Пожилым и маленьким смело помогу Пожилым и маленьким смело помогу Смело помогу Правила движения знаем наизу И на земле наш шахтер пропускает путь Правила движения тут один ответ Мы идем, поем, живем на зеленый свет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова